В прошлом видео я рассказывал, как один из руководителей Акимата, коррумпированный чиновник, Жанна Голымовна лишила водительского удостоверения дедушку из-за парковочного ДТП. И Жанна Голымовна подтвердила мою теорию о том, что по жизни она озлобленный и обиженный человек. И кинула страйк на именно вот этот вот фрагмент видео. Была, знаете, история с ДТП, где она, пенсионера, в результате этого ДТП нагнула по полной. Она из человека все соки выжила в результате небольшого парковочного ДТП. В материалах дела прямо сказано, что пожилой человек ехал в районе номера дома 40 и совершил столкновение. С места ДТП он не скрылся, потому что была составлена схема, и вину признал и даже раскаялся. Но Голымова обиженная, очевидно, на жизнь, истеричная, закатила истерику и деда тупо лишили прав на полгода. Повторяю, это было банальное парковочное ДТП. И далеко не факт, что дед был вообще в чем-то виноват. Далеко не факт, что Голымова вообще правила дорожного движения соблюдает или хотя бы знает их. Но Голымовой надо было самоутвердиться именно за счет деда. Точно так же при фабрикации уголовных дел на меня она самоутверждалась. Именно она участвовала в фабрикации уголовного дела на меня. Для адвокатов коррумпированных акиматчиков, поясняю, в решении суда четко написано, что дед сдавал задом. То есть это было обычное парковочное ДТП во дворе домов. Его лишили за это прав. Он не скрылся с места ДТП, не жестко потрезал, нет. Его лишили прав за обычное парковочное ДТП во дворе домов. Потому что Голымова, она обиженный по жизни человек, и надавила на судью. А судья не стал с ней конфликтовать, потому что с эсимовскими родственниками у него никакого желания конфликтовать не было. И они отрицают тот факт, что скорее всего она еще и с него вымогала деньги. И вот такие вот обиженные, низменные, никчемные люди у нас управляют городом. Помимо того, что они воруют, так они еще и личные обиды, личные счеты постоянно сводят со всеми подряд. Если она за парковочное ДТП деда раком хотела нагнуть, прав лишила. Представьте, что она хочет сделать со мной за такие вот слова о ней. Субтитры сделал DimaTorzok